Динамо-Алтай 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 То есть люди работают не за какое-то вознаграждение, не за какую-то награду, за идею. Ну, как бы это, может быть, громко не звучало, но так оно и есть. Потому что приезжаем не просто так, отбыть номер, а приезжаем именно за победой, показать себя по максимуму. Ну, это видно, опять же, по матчам и по играм. Да, и по результату, тем более. И по результату, да, в том числе. Ну, а после, после финальной сирены, какие слова Александр Юрьевич опять же сказал, какие эмоции, что там творилось в раздевалке? Потому что я видел, там танцы, по-моему, были, еще там пицца, да? Ну, пицца – это сервис организаторов турнира. Грушевый рекой лился, опять же, да? Только грушевый, да. В кубок и из кубка. То в кубок и из кубка. Что сказал Александр Юрьевич, опять же, раздевалка? Из того, что запомнил я, он сказал, что гордится командой. Я много раз от него это слышал, и такие слова нам помогают двигаться дальше, к новым целям. Турнир назывался, давайте скажем, Student Hockey Challenge. Вот там играли представители разных стран, США, вы сказали, Словакия была, по-моему, Чехия. С кем было сложнее всего играть? Я думаю, это Словакия. Словакия, это финал. Ну, потому что, Михаил Олегович, у вас ощущения? Ну, и с другой стороны, первая игра с американцами тоже оказалась сложной. Прежде всего, потому что мы вообще не знали соперника. То есть, американский хоккей все равно – это такое клише, которое заставляет себя бояться. В определенном смысле. И только потом, когда уже вкатились, когда уже игра пошла, когда парни начали понимать, что их можно обыгрывать на любом участке поля, в любом виде единоборств. Поэтому тогда уже стало попроще. И потом все соперники, в принципе, они были нам не знакомы абсолютно. То есть, на каждую игру команда выходила и вновь знакомилась с этим соперником. Они были абсолютно для всех в новинку. А то есть, не отсматривали перед турниром матчей этих сборных? Или как там получилось? Только очень фрагментарно, в общих чертах смотрели. Ну, далеко не вся информация по студентам есть. Далеко не вся она доступна. Вот тут вот беда с этим, дефицит информации. Какая все-таки игра, чьей сборной вам понравилась? Вот так вот, если постараться. Ну, объективно, конечно же, не получится, но тем не менее. Кто запомнился? Объективно – это Словакия и сборная Запада, СХЛ. Михаил Олегович. Ну, а если говорить с точки зрения наблюдателей с трибуны, да, чехи понравились. Потому что мы разговаривали с менеджерами команды. Они сказали, что они играют практически с детского возраста все вместе. У них, видимо, такая селекционная работа большая проводится. То есть, они подбирают студентов своих будущих, наверное, на основе вот этого принципа сыгранности. Поэтому команда очень сыгранная и очень дружная. Ну, и, в общем, и Словакия, да, тоже действительно. А вот такой у меня вопрос. А вот что есть у них, а чего нет у нас? Если можно так сказать. Что вы заметили? У них, может быть... Но у нас характер, это понятно. Однозначно. Ну, может быть, чуть более богатые традиции, что ли, студенческого хоккея. Потому что у нас все-таки команда существует всего пять лет. Правда, за эти пять лет много уже сделано. Но это только все-таки начало пути. А многие команды складываются ощущения, что имеют действительно очень богатую материальную базу, и большие традиции, и, в общем, наверное, свою даже какую-то школу уже. Сложившуюся школу. Сольдом в Парнауле у нас нынче беда. Беда. Отдельно поговорим про организацию турнира. Это соревнование, а не тестовое, перед универсиадой 2019 года, которое пройдет, опять же, в Красноярске. Что запомнилось по организации турнира? Какой вам ледовый дворец? Как лед? Илья? Лед шикарный. Организация на уровне. Поэтому вопросов к организаторам не было. Я думаю, команда оценила это по достоинству. А что можешь особенно отметить, может быть? Что тебе запомнилось? Бытовые условия все на уровне. Что касается восстановительных процедур, раздевалок, качества льда, бортов, освещения. То есть все моменты, которые необходимы для нормальной игры в хоккей. Да, мы тоже сравнивали постоянно по ходу этого турнира, потому что ездили до этого еще на универсиады всероссийские. Это в 2010, в 2012, в 2014 годах. На финальные турниры и так далее. Но вот, пожалуй, по организации Красноярский турнир был одним из лучших. Или вообще, может быть, самым лучшим. Потому что организаторы постарались протестировать все направления деятельности будущей, как они будут работать на универсиаде. И действительно, Илья прав, начиная от размещения и заканчивая организацией спортивных самих мероприятий, и не было ни одного срыва, не было ни одного какого-то момента, на который можно было обратить внимание с негативной точки зрения. Все было организовано на самом высшем. А давайте вот немного поговорим про дворец спорта. Что за дворец спорта в Красноярске? Ледовый дворец Кристалл. Кристалл? Да. Сколько он вместимость вообще? Три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи. Примерно как наш дворец зрелища спорта. Ну, это вновь построенное сооружение. Буквально первые матчи были сыграны за несколько дней до, ну, точнее, в ходе турнира. Со свежей современной. Мы, может быть, пятый матч или шестой матч сыграли всего на этой арене. Вот вообще с момента ее открытия. Потому что я знаю, там есть дворец спорта имени Ерыгина, но он сейчас на реконструкции. Их много, на самом деле. В Красноярске сейчас несколько ледовых сооружений, арен построили. И большой, и малой вместимости. С тренировочными полями, с основными полями. То есть Красноярск в этом смысле очень укрепился с точки зрения материальной спортивной базы. Что вы подсмотрели там, в Красноярске, чего бы хотелось здесь, в Барнауле? В плане спортивной? В плане, может, организации, может быть, спортивной, может быть, подготовки, там, я не знаю. Может быть, какие-то детали во дворце спорта вы хотели в своем родном Карандино-арене улучшить, скажем так. Ну, в Карандино-арене, в принципе, все на уровне. Единственное, это вместимость. Но я думаю, это будет в скором времени в Барнауле. Ну, там недавно, опять же, дополнительную трибуну построили. Она, конечно же, не так, там масштабная прям. Но уже на увеличение идем. Ну, опять же, Карандино-арена построена по всем стандартам мировым. Безусловно. Самый главный позитивный опыт, мне кажется, красноярский, это то, насколько власти обращают внимание на развитие массового, любительского и профессионального, в том числе, спорта. Вы уже, можно сказать, достигли многого. Вы стали, по-моему, серебряными чемпионами страны, золотыми чемпионами страны. Сейчас вот международный турнир, опять же, золото, вот можешь показать медальку крупно в кадр. Вот она, вот она, вот она. Что дальше-то? Чего еще хотелось бы выиграть? Какие перспективы? Я не выигрывал чемпионат страны. Я в этот момент был в другом клубе. Ага, у тебя личные там счеты, да, мне надо выиграть чемпионат страны? Не личные, но я хочу помочь команде это сделать и достичь этой цели. Так. Я прав. У нас же меняется поколение. Студенческий спорт на этом и завязан. Что уходят те, кто уже отучился или те, кто достиг предельного 25-летнего возраста, пребывания в студенческой лиге. Приходит молодежь, голодная до побед, приходят люди, которые еще не выигрывали. Поэтому в этом смысле победы нужны будут всегда. А у вас там смена поколений происходит, да? Конечно, конечно, да. И у нас уже 4-5 ноября начинается регулярный чемпионат. Ну, давайте пригласим болельщиков. Приглашаем. С командой «Металлург-Новокузнецк» первые матчи «Динамо» будет проводить в Карантин-арене. Первые домашние игры вот уже состоятся. Время начала известно? Во сколько? Пока что нет. Пока нет, но это будет все анонсировано. Ну, мы пригласим вас заранее обязательно. Ну, с Кузней зарубитесь. Да, она уходила, эта команда, несколько лет ее не было в первенстве. Потом, вот сейчас они вернулись опять. Ну, побед вам. Побед. Спасибо. Еще раз поздравляю. Спасибо. Столь значимой наградой-то. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч вам. Пока. Продолжение следует.